Показательные учения сибирского регионального отряда МЧС совместно с приморскими спасателями состоялись в Артёме. Основными зрителями были артёмовские школьники. Именно для них пожарные и спасатели показали всё своё мастерство и навыки, которыми овладели сами в ходе тренировок и в реальных чрезвычайных ситуациях. Когда с пожарной идёт высотное здание при себе, он должен иметь карабин, пояс пожарного входит в состав боевой одежды, ну и также верёвка, которая помогает ему спуститься с верхних этажей. Природные катаклизмы, пожары и весенние паводки – вот основные причины чрезвычайных ситуаций. Особенно это актуально для нашего приморского края. Мы в рамках подготовки к тому сезону, который наступает, а уже действует на территории приморья ландшафтные пожары, мы проводим учения с привлечением и авиации МЧС России, и сил, дислоцированных не только на территории приморья, но и на территории Сибири. Сибирский отряд спасателей – один из сильнейших в стране. И не случайно он аттестован специальной комиссией Организации Объединённых Наций для работы в условиях техногенных аварий за рубежом. В зоне чрезвычайной ситуации за рубежом отряду не требуется дополнительных средств, материальных, финансовых. Он семь дней, не принося проблем, государству выполняет работу самостоятельно. В России таких отрядов всего лишь два. В Сибирском региональном аттестованы 400 спасателей, но отправляются на место катастрофы не более 50 человек. Все остальное время – усиленные тренировки. «Наращивать профессионализм, чтобы в чрезвычайной ситуации действовать без паники и точно знать свои действия». Спасатель, если он настоящий, а не показушный, должен уметь ориентироваться в любой экстремальной ситуации, хоть на пожаре, хоть на заваре или при тяжёлом дорожно-транспортном происшествии, но особая роль в деле спасения пострадавших у кинологической службы. «Вперёд!» Спасатель по имени Вирджиния Мария Антуанетта, а сокращённо Маха, не боится высоты и хорошо ориентируется в сложной обстановке. «Конкретно эту собаку мы действительно учили. Вначале она передними лапами переступала, а задние просто, думаю, теряла и падала. Но научили бы потихонечку. Есть собаки, которые сами с самого рождения лазают везде, ну так же, как люди. То есть кто-то более гибкий, кто-то более умный». Также Маха может найти заблудившегося в лесу человека. «Её обучают специально вот таким вот лаем обозначать пострадавшего. Когда собака находит человека пострадавшего, она должна показать спасателям, что вот он здесь». «Нос собаки пока ещё никому заменить не удалось. Но не надо думать, что она целый отряд спасателей. Всё больше и больше современных средств поиска и спасения приходит на помощь пострадавшим. А задача спасателей – не только изучить сложную технику, но и уметь правильно применить её в реальных, чрезвычайных обстоятельствах. Александр Наточев, Тарас Боднарук, Светлана Нурик. Городские новости.